спасибо большое что нашли время присоединиться тем более в субботу решили его потратить вот собственно на на то чтобы узнать немножко больше о культуре окинавы давайте я начну с того что чуть чуть буквально расскажу о себе потому что это объяснит собственно как я пришел вот к тому что начал изучать и кига и почему собственно беру на себя смелость об этом дело в том что где-то да не где-то до 44 лет своей жизни у меня жизнь состояла из двух частей одна из них это как бы такой был ответ на запрос социума то есть я делал совершенно нормальную хорошую и даже я бы сказал успешную карьеру в качестве топ-менеджера в издательском бизнесе я не хвастовства ради а просто чтобы было понятно что она достаточно действительно была успешная например занимал такие должности как заместитель генерального директора издательского дома аргументы и факты заместитель генерального директора такой крупной компании видео интернешнл был генеральным директором издательского дома популярная пресса. В общем, вроде как было чем гордиться. Одновременно с этим, с глубокого, с глубокого детства я занимался каратэ. Ну, вот такое увлечение мальчика, которое я пронес через всю свою жизнь. Причем на каком-то этапе я стал понимать, что, скажем так, мое хобби, а я все-таки относился к нему как хобби, оно начинает занимать в моей жизни все больше места, я как бы все больше на нем сосредотачиваюсь, все больше отдаю ему времени, а на работу я хожу, скажем так, все с меньшим удовольствием. Но это вот сейчас легко говорить. Вы же понимаете, что этот процесс достаточно мучительный, достаточно долгий, да, это же надо еще признать, осознать и так далее. И, в общем, где-то к 40 годам у меня начался такой очень качественный кризис среднего возраста, как это называется, то есть некое переосмысление себя. Но в отличие от многих, наверное, моих сверстников, которых кризис среднего возраста выливается в кратросрочный запой с последующим разводом и покупкой себе спортивной машины, я пошел чуть дальше, то есть я действительно бросил свою, я остановил свою карьеру, я ушел из того бизнеса, которым занимался, потому что решил заняться тем, что мне на самом деле в тот момент нравилось, то, что я на самом деле любил. И я открыл клуб боевых искусств, я открыл клуб карате, причем я очень благодарен своей супруге, которая меня в тот момент поддержала, и начал преподавать карате. Это вот если очень коротко, да, но вы можете себе, наверное, представить, как, в принципе, отреагировало мое окружение, очень мало людей было, особенно среди моих знакомых, среди моих товарищей, которые меня, скажем так, поняли в этой ситуации и, скажем так, приняли мое решение. Еще раз, поэтому я очень благодарен своей супруге. На самом деле, одним из вот таких вот очень серьезных мотивов, которые побудили меня это сделать, это было ощущение того, что то, чем я занимаюсь, оно не очень нужно людям. Я сейчас поясню, дело в том, что помимо того, что я вот был в издательском бизнесе, издательский бизнес, он очень большой, он очень разный, хотя в последнее время он, в общем-то, во всех практически своих ответвлениях разочаровывает, но я был как бы на стороне зла вообще, я вот был прям на стороне адских сил, потому что я издавал глянцевые журналы. Сразу вам могу сказать, не читайте, как это, не читайте советских газет перед завтраком, не читайте глянцевых журналов, это зло, я слишком хорошо знаю, как их делать. Так вот, дело в том, что вот как раз где-то к сорока, к сорока четырем годам своей жизни, вот это вот ощущение, что я делаю, я трачу свою жизнь на нечто, что не приносит людям не только никакой пользы, но как бы не несет для них даже никакого положительного заряда, оно стало настолько ощутимым и острым, а ощущение, что там вот, на другой стороне моей жизни, которая вроде как не воспринимается всерьез моим окружением, я наоборот приношу людям куда больше пользы и делаю куда более важное дело, оно тоже стало очень острым, и поэтому я вот решил пойти против такого общественного мейнстрима и изменить свою жизнь. И как бы изменив свою жизнь, я погрузился вот в этот вот мир окинавского карате, очень важная приставка слова окинавская, да, и для того, чтобы, поскольку я стал профессионально этим заниматься, и для того, чтобы как-то вот наиболее детально разобраться в этом вопросе, естественно, я захотел поехать на Окинаву, тем более, что там жил мой наставник, и в 2006 году я это желание осуществил, я туда приехал, и каково же было мое удивление, когда я столкнулся с тем, когда я впервые услышал понятие икигай и понял, что в принципе то, что я сделал интуитивно, то, что я изменил свою жизнь и пошел как бы навстречу своей мечте вопреки как бы такому вот социальному заказу, на Окинаве это считается прям вот такой социальный подвиг, то есть я прям молодец, я как раз и обрел то, что называется икигай, то есть в моей жизненной истории получилось, что я сначала пришел к тому, что окинавцы называют икигай, а потом узнал как это называется, и после этого я стал очень интересоваться этим вопросом, и чем больше я им интересовался, тем больше я хотел об этом узнать, а чем больше я хотел об этом узнать, тем больше я хотел как бы найти информацию, причем не только на Окинаве, и тогда я стал покупать книги, я стал смотреть различные записи различных коучеров, потому что если вы, например, наберете на ютубе слово икигай, то вам вывалится куча информации, есть порядка на моей памяти четырех или пяти книг посвященных этой теме, и чем больше я об этом читал и смотрел из различных неокенавских источников, и чем больше я знакомился с икигай непосредственно на Окинаве, тем больше у меня начинался такой когнитивный диссонанс, то есть я понимал, что это какие-то две разных вещи, то есть то, что мне пытаются рассказать вот эти замечательные коучи и люди, которые снимают какие-то учебные фильмы и пишут какие-то книги, и то, что происходило со мной на Окинаве, это были две совершенно разных вещи. Я понял такую очень одну интересную вещь, что икигай, он в какой-то момент стал модным, и как всякая модная штука, он обрастает людьми, которые хотят ну кто-то хочет на нем подзаработать, кто-то просто хочет немножко хайпа на модной теме, то есть 90% того, что вы можете найти в открытом доступе, посвященной икигай, это невероятная чушь, ну то есть это вот компиляция как бы каких-то японо-окинавских культурных феноменов в попытку создать продукт, упаковать его и как бы преподнести другим людям. А при этом икигай невероятно интересное явление на окинаве, оно действительно потрясающе интересное, оно очень непростое, оно очень сложное для экспорта, вот сегодня мы об этом поговорим, а при этом я вот как бы открываю какое-нибудь видео какого-нибудь замечательного тренера по всему на свете, которое мне пытается сказать о том, что, ну то есть вот если посмотреть как бы различные не окинавские источники, особенно там наши или западные, то у них все сводится примерно к следующему, значит, икигай это желание человека быть счастливым, для того, чтобы быть счастливым, надо заниматься любимым делом. И дальше примерно так, у вас ужасная работа, вы ее ненавидите, вы ходите на работу как на каторгу, одна мысль о походе на работу внушает вам просто омерзительные чувства, ничего страшного, заведите хобби, все, картинка схлопнулась, у вас икигай. На самом деле это так не работает вообще. Вот, поэтому, и причем, что очень интересно, ни в одном из этих видео, ни в одной из этих книг ни разу не была предпринята попытка как-то исследовать икигай с точки зрения истории и развития окинавского социума. А без этого понять это явление вообще невозможно. Поэтому давайте мы сегодня попробуем сделать вот такую штуку. Я сначала попробую объяснить вообще, как на окинаве появился вот этот самый икигай. После этого мы попробуем с вами поговорить на тему, как вообще мы можем вот то, что нам предлагает окинава использовать и насколько мы можем это использовать. Значит, для начала давайте вот обратимся к истории окинавы. Вот на картинке вы видите замечательный дворец Сюри, очень красивое место, очень его люблю. К сожалению, он в прошлом году сгорел в пожаре, деревянная его часть. Сейчас вот на картинке это каменные стены. Сейчас они его очень активно восстанавливают, надеюсь, в ближайшее время восстановят. Итак, про окинаву нужно знать следующее. Дело в том, что окинава это сегодня префектура Японии, но до конца 19 века это было не так. До конца 19 века окинава была совершенно самостоятельным королевством Рюкю. Причем началась история окинавы вот такая, более-менее официальная в 12 веке, когда на окинаве возникло более-менее понятное для нас феодальное общество. Причем про окинаву еще надо знать следующее. У нее уникальное географическое местоположение, особенно для того времени, о котором мы говорим. То есть окинава это группа островов, которая находится на пересечении всех торговых путей Азии. То есть Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, вот все Филиппины, все, что вы можете себе представить, в центре вот этих морских путей находится окинава. То есть с точки зрения расположения это прям очень хорошо, это про деньги. Но мы говорим с вами про времена, когда иметь большие деньги маленькому государству было крайне опасно. А окинава это было очень маленькое королевство. причем настолько маленькое, что противостоять кому-то из своих соседей она априори не могла. Поэтому в 1350 году это 14 век на окинаве появляется такой очень предприимчивый князь Саток, который совершает политические поступки, которые определяют всю дальнейшую судьбу окинавы. А именно он обращается за помощью китайскому императору, делает это по двум причинам. Первая причина была все-таки не защита от внешних врагов. К тому моменту окинава, несмотря на то, что она маленькое государство, это феодальная раздробленность, то есть существует несколько государственных центров. Собственно Сату в первую очередь хотел заручиться поддержкой сильного друга для того, чтобы его соседи не задушили. И в результате он обращается к китайскому императору, предлагая ему то, от чего не откажется ни один император, он предлагает ему вассальную зависимость, то есть он будет платить ему дань в обмен на защиту Китая. Китайская империя в тот момент это самое сильное государство в регионе, поэтому он прям вытащил себе козырную карту, с этого момента у него становится все прям замечательно. В результате вот этой первоначальной связи с Китаем дальнейшие связи только укрепляются и в 1429 году король Сюхаси Объединитель Окинавы, который уже становится единоличным правителем, первым королем всея Окинавы, ратифицирует договор с Китаем, в результате чего Окинава становится фактически китайской провинцией, то есть она становится государством, которое находится в очень плотной вассальной зависимости от Китая, платит дань и так далее. Что очень важно понимать в свете нашей с вами темы, то есть фактически с момента своего образования Окинава никогда не была полностью самостоятельным государством, то есть уже начиная с момента своего образования она находится в сильной зависимости от другого государства. В 1609 году на Окинаву высаживается десант японских самураев клана Симанзу. Высаживается этот десант в силу такого своего рода политического анекдота. Я прошу прощения, у меня почему-то пропала презентация. Сейчас, секундочку. не волнуйтесь, сейчас просто нужно ее, она у вас где-то наверное на компьютере сейчас я ее снова открою и все будет замечательно. Вот она, вот она скорее всего, а это почта. Не, это у меня что-то выскочило, вот она, а нет, сейчас она скачена, я знаю где она. Сейчас, секундочку, прошу прощения. Да, все замечательно. Итак, в 1609 году самураи японские высаживаются на островах, высаживаются они вследствие такого печального исторического анекдота. Дело в том, что это времена правления объединителей Японии и Асута Кугава, который как всякий нормальный объединитель, он постоянно лавировал между различными силами для того, чтобы сохранить единство страны. А клан Симадзу, он был самый опасный для него, потому что он был, во-первых, один из самых богатых, самых мощных кланов, с одной стороны, а с другой стороны, они, знаете, такие японские горцы, очень вспыльчивые, очень обидчивые, и поэтому Токугава все время пытался с ними как-то договориться, и в частности постоянно заигрывал с главой клана Симадзу, и вот в один прекрасный момент эти заигрывания были в то, что он присвоил ему звание властитель тысячи островов. Ну, как бы, и Асута Кугава считал, что это, наверное, острова на карте, и нашел их неподалеку от Японии, собственно, это архипелаг Рюкю, то есть острова Окинавы. Вот, и поэтому с этого момента он начал считать короля Окинавы своим вассалом. Король Окинавы об этом не знал. И в этот момент как бы клан Симадзу на войну в Корее, А поскольку глава клана Симадзу считал короля Окинавы своим вассалом, то он есть вклад к нормальному вассалу, чтобы он поставил в его войско как бы бойцов оружных, доспешных и с конями. Вот, король Окинавы, для которого это становится большим приемлемой рейси, вот, японские самураи, которые понесли поражение Кореи, решают на обратной дороге заехать на Окинаву и спросить, почему, собственно, проигнорировали их просьбу. В результате невероятно кровопролитной битвы им удается прорваться к Королевскому дворцу, они фактически осуществляют захват Окинавы и в этот момент начинаются переговоры. Собственно, в результате того, что самураи понесли с одной стороны большие потери, а с другой стороны им наглядно продемонстрировали, какой огромный доход Окинава получает от торговли с Китаем, японцы соглашаются на то, чтобы Окинава осталась под протекторатом Китая официально и ушла еще и под протекторат японского клана Симадзу, но при этом неофициально, то есть так, чтобы китайцы не знали, но Окинавцы платили в Японию дань. С этого момента Окинава становится таким Труфальдином, то есть фактически слугой двух господ. Они с одной стороны продолжают быть вассалами Китая, с другой стороны они становятся вассалами японцев, с одной стороны начинается взаимное проникновение и китайской и японской культуры, с другой стороны представьте себе на минуту состояние как бы государства вот в таком историческом разрезе, то есть мы с вами говорим про страну, где никогда не существовало условий, которые позволили бы жителям этой страны гордиться своей государственностью. Вот это очень важно понять. И у них появляется даже в языке появляется такое понятие, которое становится на мой взгляд отправной точкой появления икигай, потому что оно объясняет как бы необходимость появления фактически вот такого отношения к жизни. Это понятие текио. Текио можно перевести как искусство адаптации. То есть вся политическая жизнь окинавы это текио. Вся жизнь самих окинавцев, которые вынуждены лавировать между китайцами и японцами, это тоже текио. То есть для них текио искусство адаптации, оно становится, скажем так, самым важным искусством выживания. Вот мы с вами все-таки живем в стране с очень богатой историей именно такой имперской в хорошем смысле. То есть мы живем в стране, которая может гордиться своей историей и поэтому для нас как бы то есть у нас все время идут разговоры патриотизм это что такое какой он должен быть настоящий патриотизм что такое настоящий патриот но при этом никто из нас не отрицает того факта что патриотизм в принципе это хорошо что гордиться своей страной это хорошо что как бы чувствовать себя частью как бы большой истории это хорошо то же самое касается каких-нибудь я не знаю Франция Германия Америка то есть это все страны которые переживали во время своей истории некие такие имперские моменты а теперь представьте себе страну если мы говорим про Окинаву которая ни разу за свою историю не получала шанса гордиться своей государственностью и жители этой страны они жили в ней всегда понимая что их государство находится в зависимости от кого-то и вот это вот текио искусство адаптации оно стало таким знаете отправной точкой появления отношения к любой социальной и политической активности которую можно описать как конформизм вместо патриотизма то есть которое можно описать как скажем так в условиях когда мы не гордимся своим обществом мы все равно должны чем-то гордиться и здесь на Окинаве появляется такое понятие очень интересное причем авторство его приписывают одному из королей Окинавы который считается король-реформатор при его правлении был настоящий рассвет как бы экономический культурный жизнь на Окинаве это король Сосей так вот говорят что именно ему принадлежит фраза нучи ду такара нучи ду такара в переводе с окинавского еще надо понимать что окинавский язык это не японский язык то есть на Окинаве свой язык который называется учиногучи и он он напоминает японский но очень-очень отдаленно то есть это действительно свой язык так вот нучи ду такара переводится как жизнь главное сокровище и вот это вот жизнь главное сокровище фактически становится тем что у нас что для нас является вот например патриотизм да то есть в условиях когда человек не может гордиться своей страной в условиях когда человек не может гордиться своей государственностью когда в истории страны вот именно страны тоже гордиться особо нечем он начинает гордиться какими-то другими вещами он начинает гордиться своими достижениями он начинает гордиться достижениями своих соседей он начинает гордиться своей семьей то есть его патриотизм сжимается Это коллапсируется фактически в него самого и в его ближайшее окружение. И вот это и становится, на мой взгляд, плодородной почвой для появления такого явления, как икигай, вернее, отправной точкой, потому что про почву мы еще поговорим. То есть, скажем так, на смену тому, что в других странах стало патриотизмом, на Окинаве на смену этому приходит такой здоровый эгоизм, здоровый конформизм, когда общество сжимается фактически в человека и в круг людей, которые этого человека окружают. Вот. И сейчас мы подходим еще к одному очень важному явлению. Сейчас я немножечко, да, вот я на этот слайд сейчас перейду. Про Окинаву еще нужно знать одну вещь. Как всегда, на то, что происходит в обществе, очень сильно, особенно времена там 14-15-16 век, про которые мы говорили в начале, очень сильно влияет религия. И на Окинаве это абсолютно действующее правило, поэтому про религию Окинавы очень важно понимать одну вещь. Вот основным, как бы, понятием религии Окинавы является Сидзен. Сидзен – это единство с природой. Дело в том, что окинавцы исторически, они, то есть сейчас они и буддисты, и синтоисты, среди них есть и христиане, но это очень-очень поздное влияние. Изначально они язычники-шамаисты. То есть они – это общество, которое поклонялось природе, духом природы и предкам. То есть основные два момента поклонения – это духи природы и предки. Причем очень забавно видеть, как выглядит, то есть как рисует и как представляет себе духов природы на Окинаве. Это тоже, мне кажется, отдельный икигай. Это рыжеволосые дети. Почему рыжеволосые понятия не имею? На Окинаве нет вообще рыжих людей. Это маленькие рыжеволосые карапузы, которые живут в лесах Окинавы и которые являются хранителями духа Окинавы. И вот они все время такие радостные, веселые, похожие на маленьких эльпов. И вот, собственно, им окинавцы и поклонялись. Еще очень важно про религию Окинавы знать одну вещь. Это действительно очень важно. Особенно, я смотрю, у нас очень много среди гостей девушек. Они меня поймут. На Окинаве изначально был матриархат. И это очень сильно проявлялось в религии. Например, верховными жрицами. То есть, вот это, опять же, такое социальное явление икигай, понимаете, да? Оно очень сильно складывалось под женским влиянием. Почему это важно понимать? Потому что, ну, все патриархальные общества, они всегда, вот если мы на них внимательно посмотрим, там всегда есть культ силы, да? Там есть культ войны. Там есть культ, я не знаю, вот такого вот, культ достижения успеха, да? А вот на Окинаве мы видим общество, где стал культ личного счастья, да? То есть, на мой взгляд, на это очень сильно повлиял именно матриархат, потому что, вот мне кажется, женщина, как хранительца очага, для нее куда важнее спокойствие, благополучие и счастье семьи и членов этой семьи, да? Чем то, сколько отрубленных голов ее муж принесет с войны. Вот у меня есть сильное подозрение, что я вообще, вот прям по барабану насчет количества голов с войны, да? Ей вот, 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 как бы лучше бы он сидел дома. И вот, около домашнего очага, и вот, чтобы было достаточно еды, чтобы все были счастливы, все были радостны. И вот это вот, как бы, влияние, оно вылилось в том, что, и это тоже очень важно понимать, на Акинаве, вот, если мы говорим си-дзен, да, это единство с природой, то есть, си-дзен, есть еще такое понятие хо, да? Вот любой поступок можно оценить как хо. Хо – это естественность. То есть, если то, что вы делаете естественно, это хорошо, это хо. Если это не хо, если это противоестественно, значит, вы что-то делаете неправильно. Это вот прямая дорожка из акинавской религии, из акинавских верований, из акинавских, как бы, отношений к природе и к жизни. Так вот, один очень интересный момент, который тоже, на мой взгляд, является отправной точкой для появления кигай. Дело в том, что на Акинаве считается, что быть несчастным – это не хо, это неестественно, это противоестественно. А быть счастливым – это хо, то есть, это естественно, и это си-дзен, то есть, это единство с природой. То есть, если вы живете правильно, если вы живете внутри си-дзен, внутри единства с природой, то вы должны быть счастливы, в противном случае у вас что-то в жизни происходит неправильно. И вот это, на мой взгляд, такая отправная точка появления кигай, но есть еще очень два важных понятия – это муай и юимару. На мой взгляд, они тоже возникли на основе отношений окинавцев к природе, на основе отношений окинавцев к естественности и на основе окинавского матриархата. Мы помним, что вот та самая женщина, которая хранится очага, для которой самым важным является, чтобы внутри ее семьи было счастье, достаток и благополучие. И, на мой взгляд, именно из этого плодородного слоя вырастают понятия муай и юимару. Муай – это чрезвычайно важное понятие для того, чтобы понять, что такое окинавский окигай. Переводится это как «содружество соседей». Появилось это явление, если мне бог памяти не изменяет, или в XIV, или в XV веке на Окинаве. Дело в том, что основой окинавского общества является деревня, как во всяком маленьком государстве. Так вот, муай – это содружество соседей внутри деревни, которое изначально возникло как необходимость уплаты деревней налогов. То есть, на Окинаве налоги в пользу казны взимались, как и во многих других феодальных государствах, не с каждого отдельного члена, а со всей деревни сразу. И именно на Окинаве возникло такое явление, когда вся деревня несла круговую поруку за эти налоги, но при этом несла ее самостоятельно по собственной инициативе. То есть, вся деревня помогала. То есть, если кто-то из деревенских не мог внести свою лепту необходимую в уплату налогов, соответственно, все остальные скидывались и это делали. Казалось бы, ничего в этом странного нет, но если, например, во многих европейских странах, где тоже существовала система сбора налогов со всей деревни, это выливалось в то, что человек, который не мог уплатить налоги, подвергался гонениям, а иногда и изгонялся из общества, то на Окинаве это вылилось в то, что если ты не можешь уплатить налоги, деревня платит за тебя, но при этом после этого начинает тебе всячески помогать, чтобы в следующий раз этого не произошло. Причем помогать самым дружелюбным образом. И основой для вот такого отношения стало юэмару. Юэмару дословно переводится как «замыкая круг». На самом деле, опять же, это идет из представления окинавцам о правильном и неправильном, из представления окинавцам о жизни внутри природы, в естественной связи с природой. То есть это понятие обозначает, что помогать другим, если очень просто, это хорошо, это хо, это естественно. И это обязательно как бы вернется тебе в качестве, ну, во-первых, такой же помощи, а во-вторых, в качестве как бы некого там богословения сил природы. И в результате мы с вами видим явление, вот это Муаи и Юэмару, которое пережило века. Муаи по сей день существуют на окинаве, являются очень важной частью окинавского общества, причем проявляется это очень интересно. Вот если вы когда-нибудь побываете на окинаве, чего я искренне вам желаю, вы, я думаю, сначала удивитесь, да, потом вспомните мои слова и поймете, о чем речь. Когда увидите сотни, тысячи маленьких баров, некоторые из них прям видно, что слеплены из дощечек, которые тут же нашли, некоторые из них чуть побогаче, но все их объединяет одно. Они очень крохотные, они рассчитаны на то, чтобы там поместилось там, ну, 10 человек максимум, и их очень много. Так вот, это бары Муаи. Дело в том, что сотрудничество соседей, вот это Муаи, они обязательно оборудуют место, где они могут собираться. И Муаи трансформировались, то есть если они изначально появлялись как сообщество, целью которых было выживание, то сегодня Муаи и как бы вот их эволюция произошла, это сообщество людей, цель которых, чтобы ты был счастлив. И вот это мега важно. Вот это вот прям невозможно переоценить. И вот это вот самое главное, на мой взгляд, фишка окинавского икигай. Представьте себе, что вы живете окруженные людьми, которые видят свою цель, одну из своих целей в жизни, помочь вам стать счастливым. То есть помочь вам обрести вот тот самый окинавский икигай. Ну, для сравнения, да, я помню, я когда закончил школу, я уже занимался каратэ, обредил Японии, естественно, что хотел изучать японский язык. Я пришел к моему замечательному папе, которого я очень люблю, но это такой правильный советский папа, с правильными советскими взглядами на жизнь в то время. И я ей сказал ему, папа, папа, я хочу учить японский язык, хочу поступить в институт, где изучают японский язык. На что мне папа сказал, сынок, получи для начала нормальное инженерное образование. У моего папы нормальное, это равно инженерное. То есть мужчина должен получить техническое образование. Он сказал, что получи нормальное инженерное образование, а потом какой хочешь фигней, такой и занимайся. И на самом деле я же не единственный такой. То есть трудно переоценить давление социума на нас, особенно когда мы совсем еще молодые люди, стоящие на пути выбора профессии, пути в жизни и так далее. И иногда мы не можем из-под давления этого социума вырваться на протяжении всей своей жизни. Я с этим столкнулся, когда вот резко менял свою жизнь, потому что масса людей, которые, они думали, что они искренне желают мне счастья, но при этом они говорили, ты сумасшедший, ты что делаешь, там зарплата хорошая, карьера, должность у тебя как красиво называется. Ну, то есть, скажем так, эти люди были озабочены чем угодно, только не тем, счастлив я или нет. Они шли по каким-то формальным признакам запроса вот этого самого социума на успех. То есть у нас есть представление о том, как выглядит успешный человек в нашем обществе. У нас только нет представления о том, счастлив он или нет, и как должен выглядеть счастливый человек в нашем обществе. Поэтому в этом плане вот муаи, сообщество муаи, они становятся вот той самой плодородной почвой, из которой вырастает окинавский икигай. Переоценить его невозможно, потому что я еще раз говорю, то есть внутри муаи, сегодняшних муаи, на протяжении многих уже лет, есть такое понятие. Человек, который обрел икигай, это человек, который обрел счастье. Человек, который находится в поиске икигай, это человек, который переживает самое удивительное приключение своей жизни. И все члены муаи будут всячески помогать. То есть, если вы живете внутри муаи, вы банкир, например, приходите к вашим, так сказать, вот этим людям, которые ваши люди, да, и говорите, вы знаете, я вот банкир, я решил бросить работу, потому что я очень хочу лепить горшки. И все вам скажут, блин, это очень здорово, это классно, вот чем мы тебе можем помочь? Вот только скажем, что реально помочь. Простите, что очень важно, и это становится самой большой проблемой для экспорта икигай, потому что вот в чем самая большая загвоздка со всеми этими коучами, которые предлагают вам завести какое-нибудь веселое хобби и на этом успокоиться, да, потому что это так не работает. Потому что, как бы, икигай – это обретение своего предназначения. Причем очень важно понимать, предназначение – это не только работа, да, предназначение – это образ жизни. Ну, то есть, условно, те же самые кинавцы говорят, что человек, который обрел икигай, никогда не будет заниматься тем, что ему не нравится, никогда не будет жить с человеком, которого он не любит, и никогда не будет общаться с человеком, который ему неприятен. Да, ведь такие вот три простых правила, а как бы, если мы спроецируем их на себя, всегда ли это происходит? Вот, например, среди моих друзей и знакомых, к сожалению, очень много людей, которые, например, живут в своих семьях, ну, вот они живут, например, там, с женой или с мужем и не любят друг друга. И, собственно, даже не особо это скрывают. И когда их спрашиваешь, а зачем, они говорят, ну, как, ну, семья, дети, ради, вот это ради, да, ради чего-то, ради детей, ради того, чтобы папа, мама не поругали, ради того, чтобы друзья, так сказать, не давать им повода для пересудов. В общем, вот этих ради, как правило, миллион. Поэтому вот этот икигай – это очень-очень-очень серьезная, как бы, очень серьезная революция внутри своей жизни, которая должна привести к обретению абсолютного душевного покоя, который и считается на Окинаве тем самым хо, то есть естественным состоянием счастья. А это очень сложно сделать, когда вокруг нет людей, которые вас не только поддерживают, не только говорят вам, что ваш выбор неплох, но которые готовы на пути вот этого выбора, на пути обретения вами вот этих вот, так сказать, вещей вам всячески помочь. Да, поэтому вот сейчас вот на слайдике видно, что ики, слово икигай, оно состоит из двух частей, ики и гай. И с ики все просто, это переводится как ценность жизни. У гай есть очень много различных значений, как у многих японских, как бы, корневых слов, но одно из них, оно, на мой взгляд, лучше всего объясняет, это, как бы, либо человек, который, скажем так, идет впереди войска, да, то есть вот он даже не полководец, он не воевода, а вот он передовой солдат, да, который идет впереди войска. Еще можно перевести как добытое в сражении, ну, то есть вот если, если, как бы, принять такую трактовку, то икигай – это ценность жизни, добытое в сражении. Несмотря вот на то, что мы говорили про матриархат и всяческие, да, вещи, связанные с очень спокойным отношением к жизни, у нас появляется сражение. И появляется не просто так, потому что, как бы, на пути обретения икигай окинавцы считают, что нас ждет наш самый главный враг. И вот, когда я объясняю, что такое с точки зрения окинавцев наш самый главный враг, я обычно рассказываю такую историю. Я когда начал ездить на окинаву к моему учителю, замечательному Морю Хигаона-сенсею, вот, про которого я рассказывал в начале, который 10-й дан, живое сокровище окинавы, да, это совершенно замечательный человек. И когда я начал к нему ездить, он буквально с первого же дня говорил мне такую вещь. Он говорил, Богдан, карате – это победа над самим собой. И для меня, знаете, такое было, правильный азиатский дедушка говорит правильные азиатские слова. Ну, так, классно, победа над самим собой, здорово. Ну, то есть, для меня это был такой штамп, да, он должен говорить подобные вещи. И вот он, и каждый раз, как я приезжал, он говорил, карате – это победа над самим собой. И я, о, здорово, и выезжал. И в какой-то прекрасный момент мы сидели с ним после тренировки, он пригласил меня на ужин, и он опять мне говорит, «Богдан, карате – это победа над самим собой». Я там, да, хорошо. Он смотрит на меня и говорит, ну, ты же не понимаешь, о чем я говорю. Я говорю, ну как, победа над самим, надо побеждать себя. Он говорит, давай я тебе задам вопрос. И вот я с тех пор этот вопрос очень часто задаю, особенно, когда выступаю перед аудиторией. Он меня спросил, а я могу сейчас спросить вас. Он спросил меня, у тебя были в жизни поступки, за которые тебе стыдно? Я, недолго думая, я ответил, я книгу могу написать о поступках, за которые мне стыдно. У меня миллион в жизни поступков, за которые стыдно. Я думаю, что у каждого человека они есть. У меня, правда, один раз только я рассказывал про Экигай, и у меня девушка одна. Я задал в зал вопрос, поднимите руку людям, у которых не было в жизни поступков, за которые им стыдно, и она подняла руку. Поэтому один раз я видел ангела. А если серьезно, то я думаю, что у каждого человека есть такие поступки. И дальше он меня спросил, и, собственно, я спрашиваю часто очень у моих гостей. Скажи, пожалуйста, а кто тебя заставлял эти поступки совершить? Ну, то есть, кто тот негодяй, который стоял рядом и говорил, сделай, сделай. Тебе будет потом стыдно, но сейчас сделай. Никого же не было, да? Это же мы сами. Мы же всегда сами делаем вот эти какашки в своей жизни, которые потом не хочется вспоминать. Это очень тоже забавно, когда я своим ученикам говорю, что вот смотрите, вот сидите вы на работе, а вам сегодня вечером идти на тренировку. Вы можете сейчас заменить слово тренировка на все, что угодно. Учеба, опять же, тренировка в фитнес-клубе, йога. Вот что-то, что в вашей жизни есть, что вы считаете, что вы должны изучение иностранного языка, что вы должны делать регулярно. И вот вы сидите на работе или дома, и на долю секунды позволяете себе допустить мысль не ходить сегодня на тренировку, на изучение иностранного языка и на что-то подобное. И что происходит дальше? Ваш мозг начинает с пулеметной скоростью выдавать вам вот такие причины не ходить. Вот прям одна лучше другой. То есть он начинает вам предлагать как бы отличные отмазки. И вот это момент встречи с своим главным врагом. И вот это момент, то есть каждый момент вашей слабости – это встреча с тем, о чем говорит вторая часть Икигай. Потому что, опять же, как говорят на Окинаве, и как я повторяю очень часто, для того, чтобы изменить свою жизнь, особенно для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно обладать невероятным мужеством. В первую очередь, мужеством для того, чтобы на эту жизнь посмотреть, мужеством для того, чтобы ее трезво оценить, и колоссальной силой и мужеством для того, чтобы ее изменить. Поэтому, например, вот если говорить о том, о чем я занимаюсь, да, то есть и почему я вначале сказал, что я считаю, что я приношу пользу людям больше, чем когда издавал глянцевые журналы. Дело в том, что на Окинаве мастера карате, да, это у нас в стране, это просто физическая активность. И, как бы, вид спорта, да, как я все время говорю, я не спортсмен, я никакого к спорту отношения не имею, и спортом не занимаюсь. Я занимаюсь тем, что является системой, способной через тело поменять, как бы, очень много ментально, духовно. То есть это то, что вообще способно сильно очень изменить человека, да. Так вот, на Окинаве мастера карате, они очень сильно ценятся. То есть, например, человек, обладающий, вот как мой наставник, десятым данным, он может прийти к префекту Окинавы без записи, без какого-то предупреждения, он его обязательно примет. Это невероятно уважаемые люди, это такие вот патриархи, которые очень сильно влияют на окинавское общество и могут принимать решения. На уровне вот всего общества. Почему? Потому что считается, что вот главная заслуга человека – это обрести свой икигай. А икигай мастеров карате – это дать другим людям силу обрести свой икигай. То есть это люди, которые не просто сделали икигай своей целью, они сделали целью своей жизни своим икигай обретение икигай другими людьми. Поэтому их как бы роль в обществе очень-очень-очень высокая. Поэтому, когда меня спрашивают, я в свое время для себя сформулировал, что я даю людям на своих занятиях, я отвечаю на этот вопрос так. Я делаю людей целыми. Вот это прям самое важное, что я даю людям. Я делаю их целыми как физически, так ментально, так и духовно. А целый человек способен обрести свой икигай. Потому что целый человек не будет размениваться на мелочи, будет видеть четко свои цели, будет иметь силы для их достижения, не будет жить с нелюбимым и общаться с дураком. Вот это прям совершенно замечательные вещи, на мой взгляд. И еще один момент, о котором нужно сказать. То есть помимо религиозных каких-то вещей, помимо взглядов акинасов на жизнь, всегда вообще на общество очень часто влияет лингвистический код. То есть на самом деле очень многие ответы, на мой взгляд, содержатся в языке. Вот знаменитый русский авось. Или у арабов есть замечательные. Я просто базовый, как это ни странно, я базовый арабист по образованию. У арабов, если вы, наверное, слышали, есть такая фраза «иншалла». «Иншалла» – это «если на то будет воля Аллаха». И вот я помню, договариваешься с арабским товарищем о встрече. Там завтра в 11. Он говорит, да, завтра в 11. «Иншалла». И это означает, что если он не придет, а он может легко не прийти в 11 или прийти в 12, ну, значит, вот так вот сложилось. Аллах не захотел. Поэтому часто очень вот эти вот лингвистические коды, они влияют на все остальное в обществе. В окинавском языке есть замечательное понятие, которое звучит как «чибарио». Оно немножечко похоже на японское же понятие. Все-таки это близкие сообщества. Гамбате или Гамбаро. «Чибарио» переводится… Вот это замечательно. «Чибарио» нельзя перевести одним словом в русском языке. Невозможно. Нет у нас такого слова. Для того, чтобы перевести на русский язык «чибарио», мне придется задействовать много русских слов. А переводится это так. Сделать все возможное для достижения результата, даже если ты понимаешь, что достижение результата невозможно. Ну, то есть, вот просто задумайтесь. То есть, приложить все свои силы для достижения результата, независимо от того, веришь, что ты можешь этот результат получить или нет, но ты должен приложить все силы. И отсюда второе понятие «симей дзюрасан». «Симей дзюрасан» – тоже замечательная совершенно вещь. Это недостижимое совершенство. То есть, как раз они очень связаны с «Чибарио». То есть, понятие «симей дзюрасан» – это некая вершина. То есть, ты, например, профессионал в своем деле. Ты художник. Или там скульптор. Или ты лепишь горшки. Вот остановимся на горшках. Ты лепишь горшки. И ты знаешь, в принципе, что есть некий совершенно потрясающий эталон слепленного горшка, горшок всех горшков, которому нет равных, который прекрасен. Там люди плачут, глядя на него, но никто не плакал, глядя на него, потому что его никто не видел, потому что его не существует. Это некий абсолютный идеал. И ты всю жизнь идешь к этому идеалу. Ты всю жизнь к нему стремишься, знаешь, что ты никогда его не достигнешь, потому что человек, в принципе, не может его достигнуть. И так в любой деятельности человека. И мы получаем с вами людей, которые, смотрите, они для того, чтобы стать счастливыми, в первую очередь обретают свое предназначение. То есть, дело всей своей жизни, то, что им по-настоящему нравится, и то, что они по-настоящему любят. Но при этом для них процесс делания, процесс жизни в этом деле важнее, чем результат. То есть, они вообще не думают о результате. Они думают только о совершенствовании. Для них совершенствование каждодневное важнее достижения результата. И вот это тоже очень важно для понимания того, что такое икигай. Вот, на этом я сейчас, скажем так, прежде чем еще закончить такую теоретическую часть, я сейчас немножечко вернусь в историю, потому что это очень важно. Мы с вами говорили о каких-то там древних вещах, о феодальном строе. А я хочу поговорить о Второй мировой войне, которая тоже очень сильно показывает отношения окинавцев. И, собственно, на мой взгляд, оно так окончательно сформировало их отношение к икигай. Потому что во время Второй мировой войны окинавское общество пережило страшную трагедию. Ну, как бы нас насчет Второй мировой войны сложно удивить страшной трагедией, потому что наш народ понес огромные потери. Но, тем не менее, попробуем сейчас представить себе совершенно другое общество. Я еще раз напоминаю, Окинава – это очень маленькое государство. И в 1879 году, когда Япония очень сильно окрепла, как империя, когда Китай очень сильно ослабел, как империя, и уже Япония стала очень сильно доминировать в регионе, японцы решили, что хватит вот этому безобразию продолжаться. Я имею в виду, когда Окинава была фактически Туфальди на слугой двух господ. И Япония под надуманным фактически предлогом оккупирует Окинаву и в 1879 году присоединяет ее к Японии. И с этого момента королевство Рюкю становится префектурой Окинавы. Последний король Окинавы отправляется в почетную ссылку в Токио, где он, собственно, умирает от старости в свое время. И на этом королевская династия Окинавы прерывается. После этого, через какое-то время, мы знаем из истории, начинается Вторая мировая война, и вот здесь окинавцам не повезло. Опять из-за их замечательного географического местоположения. Дело в том, что именно Окинавы было выбрано японским имперским военно-морским флотом. Как основная база, там располагался и штаб военно-морского флота, и основные силы. Поэтому именно на Окинаву был направлен удар совместной коалиции войск США, Великобритании и Франции. Выглядело это так. Корабли подошли к берегам Окинавы, и в течение пяти дней Окинава подвергалась тому, что в окинавской истории стало называться как Тецунуамы, стальной дождь. То есть в течение пяти дней Окинаву без остановки бомбили с воздуха и обстреливали из тяжелых орудий с авиановцами. После чего началась сухопутная операция, в результате которой все фактически японские офицеры, в результате тяжелейших битв, вернее, японские военные были уничтожены, частично-частично захвачены в плен. Американо-англо-французские силы победили, но мы сейчас не про это. Статистика. В результате боев за Окинаву со стороны японских военных погибло порядка ста с лишним тысяч человек. Со стороны объединенных сил США, Великобритании и Франции погибло около 50 тысяч человек. Со стороны окинавцев мирных, они не участвовали в боях как военные. Со стороны мирных окинавских жителей погибло более 300 тысяч человек, что составило половину жителей, всех жителей островов на тот момент. Окинава была стерта с лица земли. Все исторические памятники, которые вы сегодня можете найти на Окинаве, это реконструкция, то есть восстановленная по фотографиям, рисункам и так далее. То есть острова Рюкью были стерты с лица земли, особенно основной остров, в буквальном смысле этого слова. Это была выжженная земля. После войны окинавцы были брошены на произвол судьбы. То есть никакой помощи фактически со стороны основной Японии не было, потому что там просто было всем не до них. Голод, невероятная смертность, ужасающие условия жизни. И они все это пережили. И вот результатом вот этого замечательного действия стало появление на Окинаве комплекса, который называется Химеюри. Химеюри – это комплекс памяти. Так вот, самое главное, что нужно знать про Химеюри, в чем проявилась вот эта нучи дутакара окинавская, что жизнь – главная ценность, и в чем проявилось отношение окинавцам именно с точки зрения окинавского и кигай. Весь комплекс Химеюри представляет собой здание, на стенах которого перечислены имена. Так вот, там перечислены имена всех погибших – японцев, окинавцев, американцев, французов, англичан. И все одинаково почитаются. То есть, с точки зрения окинавского общества, они не просто простили людей, которые пришли их убивать, они их включили в пантеон своего почитания. То есть, это люди, погибшие на земле окинавы, и они стали как бы частью окинавы. То есть, вот этот вот момент абсолютного социального прощения – это, с одной стороны, отражение того, что мы говорили в начале, текио, адаптации, конформизма. А с другой стороны, это высшая форма проявлений и кигай. Поэтому это тоже такой важный момент, на мой взгляд, в понимании, что же из себя представляет окинавское общество. Вот. А теперь меня попросили закончить мое выступление практикой. Но, как правило, я все время говорю, что в случае с икигай очень трудно найти сиюминутную практику, которая, вернее, такой практики, чтобы я вам сейчас сказал, знаете, закройте левый глаз, вот так вот сделайте палец, и вдохните через правую ноздрю, и вы обретете икигай. Такого точно не будет. Но мы можем с вами попробовать сделать очень маленький, очень аккуратный, очень осторожный шаг в сторону вообще понимания. Причем я допускаю, что среди вас есть люди, которые живут в икигай. На самом деле в нашей стране их много, да? И тогда им все вот этого не нужно. Тогда им просто, я надеюсь, было интересно познакомиться с историей возникновения этого явления и с его основанным. Но если вдруг вы чуть-чуть сомневаетесь, если иногда, когда вы утром собираетесь на работу, вас от этого чуть-чуть подташнивает, тогда я рекомендую вам сделать следующую вещь. Она здесь... Такой замечательный писатель Жан-Поль Сарта. Ему принадлежит фраза, которую я очень люблю. Он сказал, что если оставаясь наедине с собой, вам плохо и скучно, значит вы в плохом обществе. Поэтому на самом деле вот я всегда рекомендую такую практику. Она как раз самая тяжелая, но она очень нужная. Побудьте наедине с собой. Запритесь ото всех на сутки. Дома, на даче, где угодно. Но отключите телефон, отключите компьютер, исключите любое общение с внешним миром. Останьтесь наедине с собой. И просто проанализируйте результат. То есть насколько вам было скучно, насколько вам было тяжело, насколько как бы был... Возникал ли процесс самоанализа. Если вы провели такой день в состоянии полного душевного покоя и, собственно, закончили его с чувством легкого недоумения, типа зачем мне вообще это советовали, у вас все в жизни замечательно, тогда все, что дальше, вам вообще не нужно. Если как бы вы пришли к неким интересным выводам, тогда... Ну, это тоже здорово. Вам есть над чем работать. И помните, что поиск своего икига – это самое волшебное приключение в жизни. Значит, вы стоите на его пороге. Еще две вещи, которые я всегда рекомендую сделать, прежде чем вообще приступать к некому переосмыслению своей жизни и к практике икигай – это сделать два таких анализа. Проанализируйте свой рабочий день и проанализируйте свой выходной. Но только с разной точки зрения. Свой рабочий день проанализируйте с точки зрения точек счастья. Ну, то есть, вот прям сядьте вечером, вспомните весь день буквально. Вот настолько подробно, насколько вы можете его вспомнить. И самое главное, вот когда вы вспоминаете вот свой день во временной шкале, оцените колебания вашего личного удовлетворения от событий, которые происходили. То есть, когда вы были довольны, когда вам было хорошо, спокойно, вы были радостны, счастливы, что вызывало у вас улыбку. И вот попробуйте вот это все объединить как некий результат. Я думаю, что сам по себе этот результат может вам уже многое сказать. А с точки зрения выходного попробуйте сделать то же самое, но уже с точки зрения того, чем вам хочется заниматься в свой свободный день, когда вам не нужно идти на работу. Думаете ли вы о работе? Возвращаетесь ли вы мыслями к ней? Делаете вы ли что-то для того, чем вы занимаетесь в жизни в свой выходной, не по принуждению? Не потому, что вы не успели что-то сделать, а потому, что вот вам хочется. Если нет, то что вы делаете? Если ваш ответ, я весь день сплю, прибухиваю или смотрю сериал, ну, в принципе, это тоже ответ, и он тоже должен вам многое сказать. Хотя бывают такие выходные, когда хочется спать, прибухивать и смотреть сериал. Ну, у меня бывают. Поэтому попробуйте тогда в другое выходное это сделать. Вот эти три момента, они очень несложные. Но они очень часто могут, особенно вот про рабочий день. Я когда такую штуку сделал сам с собой, уже будучи, даже как бы веря в то, что я уже живу в Акигай, тем не менее, мне очень много вот эта вот практика дала интересных ответов. Вот, на этом я заканчиваю и готов с огромным удовольствием отвечать на ваши вопросы. Супер, спасибо большое, Богдан. Пожалуйста. Тогда давайте приступать к вопросам. Отлично, Кристина уже просит, давайте, включайтесь. Богдан, благодарю вас за практику. Классная практика. Я стараюсь тоже ее почаще с собой практиковать. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Какие привычки вы в себе воспитали или воспитываете до сих пор? То есть есть какие-то привычки, которые вы считаете правильными, нужными и важными в своей жизни? Скажу так, ну, у меня есть привычки, от которых я, наоборот, стараюсь избавляться. И их достаточно много и до сих пор. Вот, слава Богу, что от каких-то мне все-таки удается избавиться. Вот, из тех привычек, которые я стараюсь себя вырабатывать, есть поменьше. Ну, без шуток. Дело в том, что мы с вами сейчас затронули все-таки такую больше духовно-социально-ментальную часть Икигай. Но он очень сильно встроен в окинавское общество. Вы же знаете, да, наверное, если не знаете, я вот сейчас скажу, что Окинава – это остров долгожительный. То есть это место на Земле, где люди живут дольше всего. Это как бы факт, который ученые пытаются исследовать, как бы пытаются ответить на вопрос, почему. Есть масса исследований на эту тему. Но есть факт – люди на Окинаве живут дольше всех. Из 100 человек 20 перешагивают столетний рубеж. Это огромный показатель. Нигде в мире такого показателя нет. Причем для Окинавы удивительно то, что это общество не только людей, как бы очень пожилых, то есть их много, да, поражает не то, что они доживают, поражает, как они доживают. То есть это общество невероятно активных стариков. Потрясающе активных. Ну, то есть вот моему наставнику 82 года, он считается человеком достаточно молодым для Окинавы. Его наставнику в карате сейчас исполнилось 99 лет, а его наставнику в дзен 101 год. И причем наставник в дзен – это практикующий, очень известный как бы именно вот в этой области человек. Наставни в карате тоже практикующий, то есть это абсолютно, это люди энергичные, подвижные, которые живут очень активной жизнью. И вот на мой взгляд, как бы, по крайней мере, и на мой взгляд, и на взгляд ученых, которые исследовали этот вопрос, причиной этого является как бы три фактора, да. Первое – это образ жизни, икигай, то есть люди счастливы, да, а счастливый человек, он избегает стрессов, соответственно, он более здоровый. Второй фактор – это образ жизни, то есть они все занимаются какими-то активитами. Они либо танцы, либо карате, либо кабудо – это боевое искусство с оружием. Причем на Окинаве этим занимаются все, абсолютно. То есть они обязательно чем-то из этого занимаются. И третий фактор – питание. То есть на Окинаве, это у них не японская кухня, у них сложилась очень своеобразная кухня, которую можно назвать, вот сами окинавцы, я не помню, к сожалению, вот как это звучит на окинавском языке, но переводится это как «еда как лекарство». То есть ученые, которые исследовали этот вопрос на Окинаве, они считают, что окинавцы потребляют совершенно какой-то потрясающий по сочетаемости рацион. При этом, в отличие от японцев, они, например, очень активно используют в пище мясо, конкретно свинину. У них очень много блюд из свинины. Я думаю, что это китайское влияние. Поэтому свинина, рыба и масса овощей и морепродуктов, причем очень много разных водорослей. И вот считается, что там стихийно, исторически сложалась некая уникальная кухня, которая тоже позволяет им. Я не пытаюсь питаться как окинавец, но я заметил за ними такую вещь. Помимо того, что они питаются правильно, они еще малоежки. То есть на Окинаве крайне не принято оставлять еду. То есть все, что у тебя на тарелке, должно быть съедено. То есть это прям закон общества. То есть это очень считается некрасиво, невоспитанно, если ты недоел. Поэтому они себе накладывают ровно столько, чтобы это была возможность съесть и не переедать. И поэтому они малоежки. И я вот эту штуку у них подсмотрел, и я очень пытаюсь себя приучить к этому. Но вот я очень русский человек в этом плане. Во-первых, я очень люблю поесть. Во-вторых, особенно если еда вкусная, ну как тут остановиться? Поэтому я борюсь с собой, я все время даю себе обещания. Я периодически держу вот такой вот момент. Потом срываюсь, потом снова. Но я верю в то, что я себя победю рано или поздно. Супер. Богдан, знаете, небольшая техническая просьба. Можно выключить презентацию, чтобы нам было видно вас? А что сделать? Просто вот уберите демонстрацию. Выключить демонстрацию экрана. А, вот. Остановить совместное использование, да? Нет. Остановить демонстрацию. Там на кнопочку нужно нажать. Так, нет. Есть? Нет пока, да? Что-то он не хочет мне. Так. А может быть остановить совместное использование или нет? А вот демонстрация экрана. Нет. Так что же такое? Сейчас, секундочку, извините, пожалуйста. Нормально, нормально. Сейчас мы все это сделаем. Давайте, может быть, вот это нажать? Остановить совместное использование? Попробуйте. Давайте. Точно. Ура. Есть. Супер. Да. Богдан, благодарю вас за ответ на вопрос. Я тоже, кстати, себя стараюсь сдерживать, то есть накладывать поменьше, чем могу съесть. Я действительно держу в прекрасной форме. Я тоже вижу, что вы в шикарной форме прекрасно выглядите. Это потому, что я по пояс. У меня еще такой к вам вопрос. Если прийти к вам на занятия, достаточно ли одного занятия почувствовать эту цельность? Или надо все-таки какой-то курс пройти, чтобы больше погрузиться в себя, в эту систему, в эти практики? Смотрите. Дело в том, что вот в центре той системы, которую я преподаю, находится некое упражнение, назовем его. Называется оно санчин. Санчин переводится как «три битвы». С битвами никакого отношения не имеет. Фактически речь идет об объединении трех частей тела. Так вот, санчин – это такое цыгуноподобное упражнение с дыханием. Если говорить по воздействию на человека, то это, скажем «Компьютерная программа». Ой, да, у меня зависло тоже. Сейчас, простите, пожалуйста, не знаю, что делать. О, сейчас меня слышно? Да, слышно. Слышно, Кристина? Очень хорошо. Значит, смотрите, вот это вот упражнение, то есть фактически это упражнение, которое учит вас объединять тело в едином центре, объединять тело с дыханием и объединять сознание с телом и дыханием. По воздействию на тело оно напоминает компьютерную программу. Но, есть одно но, мы не компьютеры, у нас нет кнопочки Enter, да? То есть мы не можем, к сожалению, вот нажать и загрузить в себя эту штуку, да? То есть это компьютерная программа, которая меняет ваше тело, но ему нужно это время. Как правило, для того, чтобы произошли эти изменения, нужна практика в течение двух лет. Так что одно занятие точно не нужно. После одного занятия я вам гарантирую, что вы сильно устанете. Вот это я гарантирую. Ну, терпимо, конечно. Ясно, благодарю вас, спасибо большое. Спасибо большое. Екатерина Иванова. Добрый день всем. Богдан, спасибо огромное за ваше выступление. Мне посчастливилось вас в Москве видеть вживую, когда вы на форуме выступали, делились вашей историей. Помню, тогда меня поразила сама история вашей жизненной трансформации, а потом, ну, и концерт Икигай, и как вы про нее рассказываете, как вы живете. Да, у меня тут сообщество смешная история с Икигай получилась. Я как-то случайно стала модератором группы, которую Алексей Быков назвал Икигай. Я думаю, ну ладно, хорошо, раз я туда попала, надо разобраться. Сегодня я уже начала больше понимать. Мне страшно понравилось про матриархат. Да, у нас потом сейчас активные девчонки. Мне кажется, все в жизни, оно же не просто так, да. И я попробовала, думаю, ну Икигай, я что-то не понимаю до конца. И назвала это по-толстому все в себе, потому что мне кажется, это какие-то очень вещи такие близкие и про себя, и про самопознание, саморазвитие. Очень много там всего и про целостность. Поэтому все абсолютно, наверное, можно развивать и тренировать. Вопрос у меня такой. Я недавно общалась с ведущим ученым, одним из ведущих по теме кросс-культура. И он сам японист. Он жил там, работал, учился. И он мне такую вещь интересную сказал, что у японцев, у них цикличное мышление. Вот. И меня как-то так это поразило. Думаю, о! Мне просто интересно, насколько вы с позиции понимания, что такое Кенава, что такое Кенава, сколько вы с этим согласны или не согласны, и вообще, как это можно развивать, если можно, если это имеет какой-то смысл. Вот. Дело в том, что вот очень важно понимать, японцы – это не окинарцы. Представьте себе народ, который на протяжении, сейчас чтобы вам не соврать, бам-бам-бам, почти 600 лет жил как часть Китая. Потом на протяжении 200 лет… Алло, не тут? Алло. Так, кто говорит алло? Нет, нет, все, уже, наверное, выключу. Я продолжаю отвечать тогда. Значит, и в результате на Окинаве сложилось уникальное общество. Причем самое поразительное, что сами окинавцы настаивают на том, что они не японцы. Они настаивают, у них свой язык, у них вообще очень сложное отношение с японцами на самом деле, потому что, например, когда японцы присоединили Окинаву, я вот сказал о том, что у них свой язык, да, но на нем почти никто не говорит. То есть на окинавском языке сегодня говорят в основном только старики. Потому что японцы старательно, последовательно и очень настойчиво уничтожали окинавский язык. Например, мне очень пожилые люди рассказывали свои воспоминания, что свозили детей из деревень в школы, которые организовывали японцы. И пока ребеночек не научится говорить на японском языке, а они же все говорили тогда на окинавском, он носил табличку в школе, ребеночек маленький, на которой было написано «Я собака, потому что не умею разговаривать на человеческом языке». Ну, то есть, и они, поэтому они не только не японцы, они как бы не очень стремятся ими быть. Они очень гордятся своей самобытностью, они очень гордятся своей уникальностью. И они в этом плане, они другие, они островитяне, они не такие скрупулезные, как японцы. Они, кстати, не такие пунктуальные, как японцы. Вот, но и при этом у них и мозги часто очень устроены. Поэтому вот так называемое цикличное мышление, оно окинавцам не свойственно. И я в этом плане, мне трудно о нем говорить, потому что я как раз в японской культуре, то есть в Японии я турист. Это я на окинаве свой. Японскую культуру я, ну, поскольку я турист, которого я там часто более-менее понимаю, но я никогда в нее вот настолько не погружался, как, например, ученый-японист. Поэтому здесь мне трудно что-то говорить. Вот. Спасибо большое. Было очень интересно. Случайно, может быть, девушка. Отлично. Так, Юлия. Богдан, приветствую. Было очень интересно. Спасибо вам за ваш рассказ. И на моменте, когда вы начали говорить о матриархате, что-то случилось с интернетом, было ли это случайность, я не знаю, давайте попробуем снова. Очень интересно узнать о истории окинавы с точки зрения матриархата и культуры женской. Я тогда повторю, что на окинаве существует как бы своя система верований очень древняя, и окинавцы, они такие язычники-шаманисты, как бы изначально. То есть сейчас у них есть и буддизм, и синтоизм, и христианство, и там все что угодно. Но изначально у них был как бы культ природы и культ предков. Так вот, очень важно знать про их базовую религию, вот этот шаманизм, что это абсолютный матриархат. То есть жрецами культа могли быть только женщины, а некоторые обряды религиозные проводились только в присутствии женщин, на них не допускались мужчины. И в результате этого влияние как бы женского начала на окинавское общество, оно оказалось очень сильным. Это при том, что они очень здоровы в этом плане баланс. То есть у них при этом мужчина глава семьи, стопроцентный, непререкаемый авторитет, прям глава-глава. Но при этом сама культура окинавы, сами взгляды на жизнь, они очень женские. И на мой взгляд, собственно, икигай поэтому и смог там возникнуть, потому что для женщины, как я вот говорил, для мужчины очень важно пойти на войну и принести в мешок с отрубленными головами врагов. Женщине нафиг не надо, чтобы он куда-то ходил и тем более рубил кому-то голову. Женщине очень важно, чтобы у нее как бы был домашний очаг, чтобы он все время горел, чтобы в доме был достаток, и все были счастливы и довольны. И желательно никуда не ходили, а войны это вообще зло. И в результате вот такого отношения к жизни вот это вот состояние благополучия и счастья, которое в сочетании вот с искусством текио, искусством конформизма вместо патриотизма и в сочетании с как бы вот этими вот образованиями муая, оно и породило, на мой взгляд, икигай. На самом деле, икигай – это же очень женская история, потому что, ну вот даже на наше общество посмотреть, какую цель ставит перед собой каждый мужчина? Добиться. Вот прям добиться. Чего добиться? Неважно. Главное – добиться. Карьера, бабло, женщина. Мы, мужчины, всего добиваемся, прям вылупив глаза. А вот просто быть счастливым, без лишнего напряжения и суеты, на мой взгляд, это такая очень женская история. И мне кажется, ее как бы вот истоки именно вот в этом вот изначальном окинавском матриархате. Потому что, вот как я говорил, в основе окинавской религии си-дзен – единение с природой. И у них есть такое понятие «хо» – это естественность. То есть, если это естественно, это хорошо. Если это неестественно, это плохо. Так вот, с точки зрения окинавских вот этих изначальных верований, быть несчастным – это нифига не хо. Это неестественно. Это плохо. А быть счастливым – это естественно. Поэтому обрести свой экигай – это естественно. А жить в постоянной борьбе с самим собой – это неестественно, это странно. И зачем? Вот такая история. Включайтесь. Здесь меня спрашивают, есть ли на Окинаве центры по обучению икигай для иностранцев. Нет и никогда не будет. Дело в том, что никому из окинавцев никогда не придет в голову учить вас икигай. Это естественное состояние их жизни. Это все равно, что к вам кто-то придет и скажет, научите меня особому русскому пути. Да, некому особому русскому отношению к жизни. Да, ну как бы, да. Потому что даже когда я, кстати, если вам интересно, очень рекомендую. У меня на канале YouTube есть фильм, который я в прошлом году снял на Окинаве в феврале, как раз перед пандемией. Этот фильм про икигай. Причем там практически ничего не рассказывается про икигай. Там просто мы с моим другом Колей Коровиным собрали много-много-много интервью. Я стал продюсером этого фильма, а он как бы вот... Насколько они некоторые такие, типа, ну как, быть счастливым. Ну то есть они даже не очень задумываясь отвечают на эти вопросы. Вот если вы хотите чуть-чуть подробнее узнать, что такое современный икигай на Окинаве, я вам очень рекомендую все-таки вот этот фильм посмотреть. Он очень недолгий, по-моему, минут 15 идет. Но очень, на мой взгляд, симпатичный получился. У меня очень интересный дух. Так, супер. Дарья, включайте, у вас тоже вопрос. Да, здравствуйте. Богдан, спасибо огромное. Было очень интересно. Я люблю часто шутить, так как я мерзлявая, что когда АИС нес, его случайно сбил самолет, и я вместо Маяни случайно выпала в Москве. Но теперь, мне кажется, может быть, АИС летел на Окинаву и не долетел все-таки в любом случае. Вот. У меня вопрос такой. Я вот вас послушала, услышала все вот эти там, выбирай человека, с которым тебе приятно. Не общайся с человеком, которому тебе неприятно. Помогает другому, если у него случилась беда. Ну, то есть все эти принципы, они откликаются. И, ну, прям захотелось сразу как бы жить в мире этих же принципов. Ну, потому что они мне близки. Но у меня встает сразу такой вопрос, что в нашем российском обществе все-таки эти принципы, хоть некоторыми разделяются, но они как бы не настолько прижитые. Поэтому вопрос такой. Насколько у вас получается применять вот, ну, не знаю, в процентном соотношении эти принципы в жизни, в обществе российском? И что происходит, когда, например, там, не знаю, стоят ли у вас такие выборы там? Вы познакомились с человеком, он вам не совсем приятен, но вы понимаете какую-то перспективу взаимодействия? И вот как вы в этой ситуации поступите? По принципу или вот, ну, если понимаете, о чем я? Понимаю. Понимаю, да. Очень хороший вопрос. Он как раз вот о том, о чем я очень часто говорю, о сложностях экспорта чужой культуры на чужую культуру. Дело в том, что… Вот в чем проблема очень многих людей, которые называют себя вот этим замечательным коучом и которые пытаются обучать в том числе и кигаи, да? То есть они как раз говорят о том, что, ну, как бы нет ничего сложного, да? Берите и делайте. А сложность есть. Дело в том, что у нас нету муай, да? Мы не живем в состоянии, когда нас окружают люди, которые озабочены все как один тем, чтобы мы были счастливы. Мы живем в окружении… Ну, я не говорю о самых близких. Понятно, что самые близкие люди к нам, они хотят, чтобы мы были счастливы. Но если мы чуть-чуть уходим, там, наши коллеги по работе, наши соседи, то в лучшем случае они хотят видеть у нас некую функцию успешную, да? И как бы от этой функции получать какой-то бенефит. Все. Поэтому прямая вот, как бы, прямая трансляция чужой культуры на нашу, на мой взгляд, представляется очень сложной. Я в этом плане все-таки исключение. Во-первых, я живу больше в окинавской культуре, чем в российской, да? Я занимаюсь окинавским каратэ, я много времени провожу на Окинаве. И есть еще два момента. Ну, во-первых, мне повезло. Мне очень сильно повезло на старте. Действительно, на момент, как бы, принятия решения, я занимал хорошую должность. Я там был генеральным директором издательского дома с хорошей зарплатой, да? У меня дома беременная жена, прям свежебеременная, да? И я вот прихожу к моей беременной жене, как бы, после работы, без предупреждения, говорю, слушай, я больше не могу ходить на эту работу, меня от нее тошнит. Я вот понял, что я хочу. Я хочу открыть клуб каратэ. Ну, вот представили себе, да? На что мне моя беременная жена говорит, о, отличная идея, молодец. И вот за это я ей очень сильно благодарен, потому что, поверьте мне, ну, на самом деле, вот если бы она в тот момент сказала бы, ты, ты чё, я беременная, ты дебил, что ли, иди на работу, все, забудь. И, скорее всего, я бы пошел на работу и забыл. И, скорее всего, ничего бы не получилось. Поэтому вот ее поддержка, она оказалась в тот момент ключевой. И она оказалась, она перевесила тот негатив, который пошел вот со стороны, как бы, людей, потому что у меня ответственность перед ней больше. У меня ответственность перед моими друзьями и приятелями никакой, а перед ней огромная ответственность, да? Но более того, это рассказывать все очень легко. И как бы создается такое впечатление, что я такой молодец, вот так принял решение, и жизнь расцвела новыми красками. Я ушел с работы, начал заниматься открытием клуба, нашел помещение, начал делать ремонт. И через месяц, вот прям, до ремонта. Вы зависли. Вот что я надеюсь, что, как я был, а семья, кормить, одевать, обувать. Я дебил, я что, я с ума сошел. И вот тогда моя супруга меня второй раз поддержала, потому что я же пробежал к ней и говорю, слушай, давай я буду по вечерам заниматься клубом, а сейчас устроюсь на какую-нибудь работу, я буду искать работу. Она говорит, прекрати истерику. И вот она мне тогда сказала замечательную вещь. Она говорит, нет уж, дружок, вот ты как бы начал, ты доведи до какого-то логической точки, где ты скажешь, либо я, извините за мой французский, обосрался, либо, нет, все хорошо, и я могу идти дальше. И вот я довел до этой точки. И как бы сейчас, почему я говорю, что я в уникальной ситуации, в своей сфере я человек достаточно известный, извините за нескромность. То есть достаточно известный и достаточно, как достаточно известный, востребован. Я при этом, я занимаюсь, то есть я не очень завишу от других людей. И я могу себе позволить жить в Акигай. Я могу, вот это очень важно. Да, я живу по Акигай. Если мне человек неприятен, я обрубаю общение с ним, потому что я могу себе это позволить. Но, опять же, моя ситуация все-таки на сегодняшний день уникальная. И все равно я лукав. Потому что среди моих, например, учеников, есть люди, скажем так, от которых я завишу, которые мне очень сильно помогают. Которые сильно помогают. Которые люди богатые. Это не значит, что они мне неприятны. Они хорошие, замечательные. И мне тоже повезло. Но я не всегда поступаю так, как мне хочу, потому что я должен, обязан и вынужден идти навстречу иногда их желаниям. Когда им хочется тренироваться в удобное для них время. Когда им хочется пообщаться со мной в удобное для них время. Я бы не сказал, что мне это доставляет какие-то мучения. Но я к тому, что все равно какие-то точки зависимости возникают. Но я стараюсь их свести до минимума. По крайней мере, у меня есть три священных коровы. Я не занимаюсь тем, что мне неприятно. То есть, если мне неприятно, я не буду это делать. Даже если мне за это деньги обещают. Я не общаюсь с людьми, которые мне неприятны, потому что я могу себе это позволить. И это очень важно. Вот исключить из своей жизни токсичных людей – это очень важно. Потому что, на мой взгляд, это основной источник всего негатива, который у нас в жизни возникает. Потому что, не дай бог, особенно какого-нибудь там, я не знаю, токсичного нарцисса пустить в жизнь, он вам ее разрушит в шесть секунд просто. Поэтому вот эти вещи я стараюсь как бы выстраивать границы между ними. Ну и, соответственно, слава богу, мне не нужно жить с людьми, которых я не люблю. Большое спасибо. Ответили на вопрос, да? Здорово. Зульфия. Богдан, спасибо большое за ТЭД. Потрясающий день. Я вас только... Ой, у меня звук пропал. Зульфия, извините, пожалуйста. А, у меня. Вот, все. Богдан, спасибо огромное. Знаете, у меня такой вопрос, возможно, я прослушала, да, прошу прощения. У меня просто ребенку 11 лет, он занимается тоже боевыми искусствами, у него айкидо. Вот у меня вопрос, как вы к этому пришли. Вы говорили о том, что у вас отец, ну, другой направленности, да? А у вас откуда появилось это желание, ну, взять и заниматься вот видом спорта, идти, идти, идти и так далее? У меня очень простая, ну, история такая, очень понятная. Ну, во-первых, мое детство пришлось на... Я не молодой человек, мое детство пришлось как раз на тот период, когда каратэ в СССР только-только появилось, да? И я начал им заниматься в год Олимпиады, в 80-е. То есть я познакомился с ним в 79-м и начал заниматься в 80-е. И это было, ну, то есть это было что-то невероятное, это был пик интереса, то есть люди там готовы были платить любые деньги и сделать все, что угодно, только бы попасть в секцию города. Это с одной стороны. А с другой стороны, мой отец тогда, он книгоиздатель, он всю свою жизнь занимался книгой. И он поехал на выставку книжную в Токио. И там познакомился с токийским книгоиздателем, с японским, они сдружились на почве Саке. И тот, когда узнал, что у него сын, он говорит, слушай, я тебе завтра вот на выставке книгу для твоего сына передам. Ему точно понравится. И он передает ему книгу, я даже, вот секунду, она у меня есть, я ее сохранил. Просто, чтобы вы представляли, да, это 80-й год, и вот мальчик получает вот такую книгу из Японии, да, которая вот с такими вот цветными иллюстрациями, где вот такие вот люди. То есть я совершенно как бы, я зафанател этой историей, и вот это оказалась такая вот любовь на всю жизнь. И уже после этой книги я начал искать, как бы, людей, которые занимаются, ну, а кто ищет, тот находит. И я, кстати, помню, как, опять же, мои родители, которые были уверены, что это у меня такое увлечение, но недолго. Вот, и они мне даже как-то об этом говорили, что, ну, ничего, типа, позанимаешься этим, позанимаешься чем-то другим, мы тебя знаем. И вот я уже, мне 53 года, я все еще этим занимаюсь. Все еще ждут. Хорошо, поняла. Богдан, спасибо большое, огромная благодарность вашей супруге за ваш опыт и за ваш путь тоже в том числе. Так, здорово. Друзья, скажите, у кого-то еще есть ли вопросы? Посмотрим сейчас чат. Много ли отвалилось людей из вашего окружения после внедрения Икигай? Так, наверное, кто-то зависит, да? Да, у меня звук совсем. Так, сейчас есть? Алло, алло. Я вас слышу. А, все, супер. Да, у нас вопрос в чате. Много ли отвалилось людей из вашего окружения после внедрения Икигай? Так, сейчас, секундочку. Слышно меня? Игай. Сейчас, да. Евгений, я прям, я почти ничего не слышал. Повторите вопрос. Так, сейчас слышно. Ага. Ну, просто в чате, да. Вопрос следующий. Много ли отвалилось людей из вашего окружения после внедрения Икигай? Ну, практически, если говорить о совсем близких людях, то они, естественно, остались. Если говорить об окружении, вот друзья, знакомые, оно сменилось почти на 100%. Игай. И к этому надо быть готовым. Интересно. Потому что очень сильно меняется круг интересов. А все-таки наши связи вне семьи очень часто на этом круге интересов держатся. То есть у вас исчезают одни интересы, а с ним исчезают люди, которые на эти интересы были закреплены. И появляются другие, а они приводят других людей. Но то, что я могу сказать абсолютно точно. Когда я стал, скажем, жить в Икигай, то есть люди, которые пришли ко мне после того, как я изменил мою жизнь, это, ну, потрясающие, интересные, невероятные, замечательные, часто очень известные люди. То есть, скажем так, мой круг вообще не просто изменился, он очень-очень сильно обогатился. Очень сильно. Ну, в общем-то, это было полезно в любом случае. Да, я ничего не жалею. Так, хорошо. Друзья, ну что, если у нас не остается вопросов или есть вопросы еще какие-то, давайте мы зададим Богдану. Если нет, тогда, Богдан, может быть, какое-то последнее слово такое на путь для участников? Ну, я не считаю себя вправе вам напутствовать, потому что я думаю, что вы сами по себе очень замечательные, интересные и классные люди. Так, у Светланы вопрос. Светлана, включитесь тогда. Да, спасибо большое. Богдан, очень интересно. Спасибо вам за ваше выступление. Невероятно глубоко. Ну, то есть вот погружение в культуру произошло, и на основании вот этого погружения в культуру очень ярко ощущаются ценности, которые вы пропагандируете и которых вы сами придерживаетесь. Это так круто. И вот действительно та ценность, о которой вы говорите, она чувствуется, она излучается. Даже нет сомнений, что она происходит. Огромное спасибо. Это действительно редко сейчас. Это то, что каждый из нас ищет так или иначе, где-то даже глубоко, может быть, неосознанно. И, знаете, у меня вопрос такой. У вас, кстати, вот вы говорили о том, что у вас там была беременная жена, видимо, родился ребенок. У вас мальчик или девочка? И мне интересно, как вы... Мальчик. Я поздравляю вас. Мне интересно, как вы, может быть, какие-то лайфхаки, вы же тоже непосредственно, помимо того, что являетесь примером своего образа жизни, но как-то в воспитание тоже внедряете. И мне интересно, занимается каратэ ваш сын или нет. И что бы вы посоветовали, в принципе, для мальчиков, может быть, какие-то там столпы выделили? У меня сын, ему еще 5 лет. И мы, кстати, пробовали каратэ, но как-то он... Ему тяжеловато. Мы начали заниматься, когда ему было 3 года, и он там где-то после полгода отвалился. Хотя, в принципе, у него неплохо получается, и, возможно, мы вернемся к этому, но сейчас, как бы, пока еще в поиске. И вот, может быть, какой-то лайфхак, поделитесь, как вот ребенка правильно наставлять на именно занятия спортом, как ему это прививать, чтобы услышать его, не перегнуть, развить этот навык любви к спорту. Спасибо. Я вас понял. Ну, смотрите, да, у меня сын, он занимается каратэ, у него практически не было выхода другого, потому что он вырос в додзе, в зале, на этом, я не знаю, с возраста, когда он только ползал. Поэтому для него вот этот процесс произошел очень естественно. То есть он никогда не занимался вот именно в плане его поставили, давай будем заниматься. Вот он ползал, ползал, ползал в зале, потом начал вставать, потом начал повторять за теми, кто тренируется в зале движения, потом он стал повторять их все лучше. И для него это все равно был на старте процесс естественный. Но все равно наступает такой момент, когда, ну то есть сейчас он занимается уже осознанно, то есть он ходит в группу, он тренируется, он занимается как бы со всеми. Естественно, как всякий нормальный ребенок, ему не всегда хочется это делать, как не всегда хочется делать уроки, как не всегда хочется ходить в школу. И в этом плане, как бы, ну вот я очень-очень благодарен моей жене, потому что все-таки больше его воспитанием занимается она, я это признаю. Она сумела выстроить с ним такие отношения, что она его ничему не заставляет. Она в нем воспитала, вот ему сейчас 9 лет, и у него какой-то потрясающий уровень ответственности перед собой. Ну то есть, как правило, вот у них диалоги выглядят так. Он там говорит, я не хочу делать уроки. Она ему говорит, не делай. Он говорит, ну я не буду делать. Он говорит, не делай, все, не делай. Я тогда пойду поиграю. Она говорит, ну конечно, играй, твое решение. Ты принял решение, иди играй. Он уходит, через 10 минут выходит злой, как маленькая пантера просто, и такой, я буду делать уроки. Он говорит, почему? Ну, пожалуйста, ты же решил. Я не хочу завтра получить двойку, я пошел делать уроки. И, собственно, вот так происходит и с тренировками. То есть, на самом деле, мы, слава богу, никогда его, вот она смогла, именно она смогла с ним выстроить таким образом отношения, что она никогда его не ставит, типа, нет, иди делай уроки. Нет, то есть, у него всегда есть выбор. Но он всегда понимает последствия своего выбора. Вот ей удалось ему привить понимание последствий выбора. И он всегда принимает решение в пользу правильного выбора. Пока. И это здорово. Что касается, вот, вообще отношения к воспитанию, я стараюсь делать с ним, не делать с ним, вернее, то, что делали со мной. То есть, меня четко принуждали к неким выборам в жизни, да, в плане профессии, института, там, армии, да. То есть, ну, до какого-то возраста, после которого я сказал, все, я буду сам принимать решение. Но к тому моменту, как я сказал, что я сам буду принимать решение, на мой взгляд, в моей жизни произошло уже очень много вещей, которые я считаю ошибочными. То есть, считаю просто плохо потраченным временем и так далее. Мы с ним стараемся сделать такую штуку, мы стараемся ему показать как можно больше возможностей, да. То есть, он у нас очень занятой человек, он занимается языком, спортом, танцами, очень много чем. Причем, все, чем он занимается, он выбирал сам, кроме второго языка. Здесь ему мама навязала. Но, то есть, на мой взгляд, наша задача, как родители, показать ему некий спектр возможностей с тем, чтобы он сам выбрал, что. То есть, очень важно вот провести его по этому пути, чтобы его решение, кем он хочет быть в жизни, кем он, какой профессией хочет заниматься, было осознанно. Потому что вот сейчас у него есть уже два года, два года он нам говорит о том, что он хочет быть режиссером. То есть, он хочет быть режиссером, снимать именно не актером, а режиссером, снимать кино. И у него желание два года. Насколько оно еще долго останется, не знаю, да. Но оно абсолютно осознанно. Он представляет себе, что из себя представляет режиссера. Почему, непонятно, в семье нет, кто имеет отношение к театру или кино. Посмотрим, что покажет жизнь. Но, на мой взгляд, пока я считаю, что такой способ общения с ребенком лучше, чем его принуждать. Круто. Спасибо. Совсем согласна. И про предоставление выбора, и про то, чтобы лучше объяснить последствия, а выбор предоставить самому ребенку. Круто. Спасибо большое. Спасибо. Говорю, мой-то он как бы вырос в зале. Для него это стало очень естественным. На самом деле, каратэ – это такая штука больше для взрослых. Ну вот, да. И это правда. Потому что очень много упражнений, очень много вещей, которые детям просто нельзя делать. А из-за того, что каратэ – очень хореографически сложный вид деятельности, в результате получается, что дети до какого-то возраста просто занимаются такой, знаете, гимнастикой с восточным уклоном. Я очень рекомендую, если речь идет о маленьких детях, если вам важно их как бы гармоничное физическое развитие, отдавайте их на борьбу. Вот сейчас есть такие замечательные направления. Ну, самбо, дзюдо, бразильское джиу-джитсу. Это... И бороться для детей – это естественное состояние. Куда более естественное, чем бить другого человека. Поэтому, если ребеночек в возрасте, особенно 4, 5, 6, 7 лет, то я бы для начала задумывался о секции борьбы, а потом можно уже, когда он станет постарше, если ему захочется, можно и что-то более сложное. Класс! Спасибо большое! Мне, кстати, вот ни один тренер в борьбе так, ну, все не раскладывал. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Дорогие мои, я, с вашего позволения, откланяюсь, потому что у меня уже время сильно поджимает. Мне нужно ехать на одну очень-очень важную встречу. И я боюсь на нее опоздать. Конечно, Богдан, спасибо вам большое. Да, в принципе, мы уже завершаем. В субботу, вы крутые. Надеюсь, что это было не зря и что вам было интересно. Спасибо за все теплые слова, которые вы в чате написали. Я надеюсь, до скорых встреч. Буду рад с вами снова увидеться, желательно оффлайн. Все-таки онлайн общение для меня очень тяжело. Спасибо большое. Супер, спасибо вам большое. Всем желаю хороших выходных. Запись сохраним, выложим. Все, на этом мы заканчиваем. Богдан, еще раз спасибо большое. Спасибо большое.